Здравствуйте, туристы и милитаристы! Хочу просто с вами вот таким вот образом поздороваться, потому что я думаю, что мы сейчас будем тест снимать в макро, просто поставим камеру с Андреем Валерьевичем на штатив, посидим, что-нибудь я там порежу, построгаю. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, здесь какого-то замаха не нужно делать, нож совершенно о другом. Я на обзоре уже говорил, в чем суть этого ножа. Нож со мной съездил в Норвегию, я просто реально восхищен. Он действительно неимоверно крут. Вы знаете, вот факт в том, что он очень душевный. Я уже как-то, наверное, слишком часто употребляю вот это вот выражение, но по факту он действительно, он очень теплый такой. Его реально вот берешь, вот согласись, Андрей, там написано от отца к сыну. Ну вот именно такой ножик нужно передавать от отца к сыну, правильно? Такой, чтобы вот, чтобы все, все по фэншую, все так было прям близко по душе. Поэтому пойдем что-нибудь повырезаем, Андрей. Пошла. Ну, я говорю, для чего этот нож нужен? Просто резать, просто вырезать, просто строгать. То есть, какие-то, я не знаю, там, батонинговые вещи, какие-то нездоровые вещи, им делать не стоит. Здесь у нас стоят спуски с Канди в ноль. По факту в Брисе можно заказать с микроподводом. То есть, просто при заказе ножа вы опционально... Мне это нравится, что не надо просить, не надо звонить. Вы опционально просто-напросто говорите, что, ребят, хочу спуски в ноль. Хочу микроподвод. Я думаю, что для того, что я сейчас буду делать, это толстенькая слишком веточка. Давай-ка мы вот так вот возьмем и немножко снимем. Ну, достаточно. Посмотрим, насколько это будет. Я еще толком даже не знаю, что я хочу вырезать, что я хочу попробовать сделать, но... Мне Эльвер... Мне очень нравится траппер. Мне еще очень нравятся ножи Энза, особенно фиксели. Как я говорил уже... Энза это такие безкосяковые ножи, на самом деле. То есть, здесь действительно, на мой взгляд, сборка просто все по фэншую. Здесь вообще нет косяков, на мой взгляд. Плюс, конечно же, ножи очень продуманные. С точки зрения, вот, ухватистости рукояти. Я специально работаю без... Вот. Без перчатки. А что я хотел дальше сделать? А дальше я хотел... Продолжить эту экзекуцию. Просто сделать... Эту ветку... Нашу потоньше. Не долгим строганием. А чисто... Именно... Так, по-быстрому. Плюс, тупо интересно, что будет у нас с хромочкой. Хромочка пока совершенно живая. Здесь стоит N690. Чем больше я с этой сталью общаюсь, тем больше мне эта сталь нравится. По факту. Совершенно неприхотливая. Дуракоустойчивая. Не требует каких-то дополнительных ухаживаний в плане коррозии. Просто суперская сталь. Хочу обратить внимание на то, что строгаю я довольно широко. Практически... Всем... Всей шириной клинка. Но вот многовато, многовато. Явно мне... Много. Надо еще немножко снять. Хотя я понимаю... Что именно вот так... Заготовки... И запарываются, как правило. Снимаешь еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Здесь слишком толсто. Придется... Слышь, просто на самом деле... Факт в том, что лень снимать так много вручную... Хочется все и сразу... Вот в этом месте... Вот в этом месте... Вот, видишь как... Если бы я делал это с обычной доской сосновой... У меня уже все было бы по фэншую. Здесь все же... Еще... Требуется... Небольшая доводка. Чем прикольны такие ножи? Мне лично нравится. Это тем, что... С этим ножиком... По-другому его не назовешь. Это именно ножик душевный. С ним... Никуда не надо торопиться. Просто сидишь и маешься фигней. Если у меня сейчас просто расколется эта заготовка... Думаешь, я... Расстроюсь? Ну, пофигу. Возьмем другую. Возьмем какую-нибудь потоньше и быстренько вырежем. Уважаемые подписчики, уважаемые зрители, те, кто еще не в теме. Я просто... Немножко... Уточню. Я знаю, что такое батонинг. Что батонинг это именно... То, что мы сейчас делаем. Мы сейчас... Делаем это... Вдоль волокна. Обычно на канале мы батоним поперек волокна, просто потому что... Даем нагрузку. Ну... Ненужную в реальной жизни нагрузку на клинок. Поэтому спасибо всем, кто мне проводит регулярно ликбез на тему того, что такое батонинг. Но... По факту... В реальной жизни я не поперечным, не продольным батонингом не занимаюсь. Ну ладно, пора уже прекратить это все дело. Смотри как... Не строгает. Он не строгает, он режет. Просто нарезает. Не знаю, через звук волн вообще слышно или нет. Какой сейчас раздается душевнейший. Просто душевнейший. Скрипт. Хруст. Так. Ну что. Сейчас мы немножко здесь заровняем. В школе еле-еле труд натягивал на четверку. Еле-еле. У меня, во-первых, были постоянно конфликты с трудовиком. Ну... Он был... Начнем с того, что он был алкаш. Он был конченый просто урод. По факту. Но все равно я ему от чистого сердца желаю добра и долгих лет жизни. Как говорится, кто старое помянет. Как говорится, I'm not carpenter. Как говорится, I'm not carpenter. Я обожаю эти ножи с точки зрения работы с молоточным хватом. С точки зрения какого-то грубого, я обожаю эти ножи с точки зрения работы с молоточным хватом. Грубого строгани. Реально обожаю, ребята. Это просто что-то с чем-то. Ну что. Вот сейчас все я и испорчу. Очень аккуратно меня ножик достал кончиком прямо вот сюда вот, где вена выходит. Намекнув, что не делай глупостей, дурень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Многовато, явно многовато, потому что нам рукояточку надо снимать ласковыми движениями небольшими, потому что слишком... Проблема в том, что господин, для которого я это сейчас делаю, он совсем детские размеры он не акцептирует, скажет, что ты мне за игрушку сделал, я хочу ножик, чтобы, ну, именно размер рукояти, как у папиных ножей был. Какие спуски будем делать? От обуха. От обуха. Где здесь обувь? Я считаю, что в следующий раз будешь ты строгать, а я буду сидеть за камерой. Тебе тоже полезно. Тебе тоже полезно. Тебе тоже полезно. в приди,ssах, иди. Да. HAMOULDO Так, самим, он краснёв, выaur dost aura». К communку lose this place, конечно, эти машины уравнивают Вот это самое место, Андрей. сейчас самый момент начать психовать и все испортить это вообще моя тема рука есть слишком у нас тяжелая получилось давай мы ее вниз вот так вот снимем здесь делаем если у нас идет вот-вот то что я хочу вот это вот для этого эльвер и нужен какие-то безусловно там я не знаю грибы не грибы это понятно но именно просто вот сделать любую работу плюс просто посидеть обожаю просто обожаю действительно не вру настолько близко режущая кромка к пальцу это настолько небезопасно и это так круто в плане вот именно контроля ножа когда делать это маленькую работу надо было начать с этого теста я сейчас нарубился перед этим я реально предплечье забиты я чувствую что я вот я мелко как аккуратно работа но вообще не получается просто не уйдет все кота бреда сейчас наделал что-то безусловно что-то 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 это в в в Что там с батарейкой? Печаль? Я вчера попал в локальный blackout. Знаешь, в чем заключался? Я сел на телефон наглухо. Я пока ехал в машине, у меня нифига не зарядился, мне нужно было быть дома. Я приезжаю домой, у нас во всем доме чинят электричество, и дома нет просто электричества, по факту. Ну вот здесь я уже криво сделал, бля, как криво. Это, разумеется, я думаю, что никто же не думал, что я буду делать такой ножик с острым кончиком. Ну так вот, и пришлось. Дома электричества нет, интернет не поймать, потому что телефон сел, на лаптоп интернет не поймать, потому что Wi-Fi не работает. Я, короче, открыл лаптоп, поставил его в спящий режим и заряжал от лаптопа этот самый, заряжал от лаптопа телефон и только таким образом смог там выйти в эфир, смог выйти на связь. Здесь вот у нас как-то фигово достаточно пришлась серединка, но уже я переделывать не буду. Сейчас мы с вами ручку доделаем, рукоять. Сам, причем, лоханулся. Терпеть не могу, когда говорят, ручка. Просто вот. Еще не люблю, когда говорят, рукоятка. Рукоять. Это, понимаешь, это как бы вот. Ну вот, у кого ладонь, у того рукоять. А у кого ладошка, у того рукоятка. Ну, тебе, как владельцу 19-го глока, должно быть понятно. Мелкая моторика все дела. Дело, ребята, не в том, насколько я умею красиво вырезать. Дело сейчас совершенно в другом. Дело в том, что нож, ну, просто бомбически, бомбически удобный. Это просто, я говорю, ну... Вот, траппер у них, он реально именно для бушкрафта, для побольше вот, как бы, таких нагрузок там. Чувствуешь, ветер поднимает. Эльвер, он именно вот для старых пердунов, таких, как я. Вот, явно грубовато. Вот это место, явно грубовато получилось. Как-то не то, что я хотел. Это точно не то, что я хотел. Но уже что-то менять, это почти гарантия расколоть заготовку. Не потому, что нож не сможет, а потому, что у меня руки из одного места растут. Селяйцы, как нож, вообще по-шири, и мы пойдем, тоже престолы. Селяйцы, как видите. Селяйцы, как нож, как нож. Селяйцы, как нож. Селяйца, как нож, а у меня гора. Хотел сделать сканди, но получились прямые от обуха. Для видео назову безрукий папа. Малыши так нелепо и неуродливо, но умилительно рисуют людей. Вот это мама, вот это папа, вот это я. Примерно то же самое я сейчас сделал. Факт остается фактом. Нож режет. Потрясающе. Я просто рисовал проекте ножа одного. Я тебе показывал. И для того, чтобы врубиться именно вот так работать будет рукоять, я вырезал из плотного картона, ну я не знаю, наверное, муляжей 10 точно. Именно вот буквально по миллиметру вымерял. Так будет удобно. И все эти муляжи пошли в ящик с игрушками. Восторгу не было предела. Я, конечно, думал, что деревяшки вырезать будут чутка попозже, но... Такая будет. В следующий раз, Андрюха, точно ты будешь режать? Ага. Ага. Или слишком такой столовый? Нормально. Лена, подожди, понимаешь? Этот момент именно в том, что он... Чтобы не... Не уколол кого-нибудь. Себя в первую очередь. Ладно, кого-нибудь. Так. Тойота. Замечательный эстрадный пьет в хлоп. Никого не жалко, никого. Хуже просто сделать. Давай, ладно, так немножко загладим. Закончится все тем, что я сейчас просто и сломаюсь. Скажу до следующего раза, дорогие телезрители. Знай, она вот товарища рука с тобой. Надо показать ему... Наш Антон Борисович. Надо показать вам вот это видео. Он просто прожрал надо мной. Ну, не суть. В общем, ребят. Смысл в чем? Смысл в том, что... Такие ножики. Конкретно Эльвер. Я это просто обожаю. Реально обожаю. Помните, я снимал видео, где... Ну, любимый Назер Хадыров. Я сказал, что Эльвер реально кандидат. Вот в этот список. Безусловно, это теперь полноправный список. Почему? Потому что реально нож просто офигенно. Я здесь немножко запоролю. Не знаю, как закладиться. Хочется сделать и потольше, потому что ладонь маленькая. У оператора ножа маленькая ладонька. Но не ладошка, а ладонька. Ага. Получилось дабильновато, ну ладно. Масло намазать можно. Мне тяжело что-либо сказать. Но... Кромка здесь абсолютно в идеальном состоянии. Причем... Я говорю, я работал этим ножом в Норвегии. Он со мной поднялся на галстукоплин. Фотки подтверждающие есть. Очень тяжело что-либо сказать вообще вот там... Ну, как вот обычно после теста. Потому что я реально с этим ножом бы так отдыхаю. Это как карпинг. Действительно, вот... Просто... Просто кайфует. Этот нож... Релаксирует... Неряно. За грибами или просто... Как будто деревяшку или... Полышек выкачиваете. Или что угодно. Хватит заниматься. Спасибо за просмотр, ребята. Всего доброго. Я... Честно... Честно хотел, чтобы получилось красиво. Но вы помните какую нездоровую колобаху? Мы превратили вот в такую вот выручку. Увелись. Я ненавидится все хорошо. Что такое? Ну... Немин-ненавидится...